Но в эти минуты праздничная атмосфера уже охватила буквально всю столицу. Торжества переместились в парки и скверы. Сегодня там действительно многолюдно, хоть на улице облачная погода, но белорусы отмечают День Победы по-настоящему тепло. Повсюду звучат песни военных лет, работают ярмарки и выставки. Одна из самых крупных площадок у столичного дворца спорта. Здесь в режиме нон-стоп выступают белорусские артисты и хореографические коллективы. Оживленно в городке ремесленников традиционно в гости приехали силачи из соседних стран. То, с какой легкостью они поднимают массивные бревна, вдохновляет подрастающее поколение. В этот день у всех праздничное настроение и каждый благодарит героев Великой Отечественной за то, что они отстояли наше будущее. Ветераны очень молодцы вообще. Мы гордимся, что они спасли нашу родину. И всегда о них помню. Не будем вспоминать. Все-таки это наша гордость, это наши прадедушки, прабабушки. У меня дед служил, бабушка тоже была. Бабушка вообще в концлагере спасла много еврейских детей, детишек. Было такое дело. В общем, поэтому мы ценим и уважаемые ветераны. В парке Победы прошел традиционный забег отважных. Организаторы подготовили 20 стартов. Отдельная дистанция для тех, чьи шаги в беге едва ли не первые. Всего собралось 2000 участников. Это новый рекорд. Дистанция любителей бега ждала непростая. Пройти понтонную переправу, перейти реку вброд и снова встретить водную стихию. Честно, первый раз на этом забеге. Впечатление отличное. Было очень тяжело идти по воде. Вода леденющая. Кроссовки намокли. Весили, к примеру, грамм. 400 сейчас полтора килограмма. Эстафета 2 километра. Отважные на дистанции преодолевали барьеры. Колючую проволоку, прыгали через покрышки и все испытания прошли достойно.